Привет всем моим телезрителям! Имею автомобиль на ремонте вот такой джели Человек ехал и у него в ходу загорелась лампочка АБС Мы ее заводим Понятно это ручник и постоянно горит лампочка АБС Симптомы были такие, лампочка сначала периодически загоралась Затем начала гореть постоянно Первое что мы сделали это подключили ее к компьютеру И определили что у нас неисправны задние датчики АБС В этом автомобиле к сожалению не показывает какой конкретно датчик неисправен Показывает что задний контур Мы провели визуальный осмотр И у нас выявилась вот такая вот неисправность Колесом перетерло провод Этот провод сильно выпустили Получается видите он вот так торчал Колесо на скачках работало и постепенно его перетирало То есть я так понимаю что когда он горел периодически Он висел тут на соплях А когда перетерся полностью Соответственно он начал гореть постоянно Сейчас я уже начал откручивать Здесь он держится вот двумя винтами Один винт я открутил Сейчас откручу второй винт И будем пытаться его паять На любом автомобиле перед тем как что-то сделать с проводкой Мы обязательно откидываем массу с аккумулятора После того как мы открутили два вот этих крепежа Провод здесь у нас длинный То есть я его тяну Вытягивается Сначала хотел датчик снимать Но нам достаточно места чтобы спаять его прямо вот здесь на месте Это облегчит нам работу При детальном осмотре мы видим что перетерся провод только один Второй провод только начал тереться Но не оборвался Значит в этой операции главное не попутать провода Но они здесь как правило разного цвета Поэтому перепутать трудно Я их сейчас буду полностью перерезать Зачищать, спаивать Ну и садить в термоусадки Вот как вы можете видеть провода имеют разный цвет Это черный и желтый какой-то Поэтому перепутать здесь очень трудно Также сейчас зачищаю второй провод Зачистил провода Сейчас разогреваем паяльник И будем спаивать Пока паяльник нагревается Я приготовлю термоусадки нужных размеров Пользуюсь кстати моей переноской Которую я делал Очень удобная штука Провода не размотаны Все в куче Удобно хранить Кому интересно как я ее делал Рекомендую посмотреть видео Но будет ссылочка в конце этого видео Очень полезная штука, рекомендую Приготовил термоусадку Толстую сразу не забываем надеть на провод Потому что потом ее наденем И лудим провода Смотрите продолжение в следующей серии Аккуратно, не спеша подпаялся Сейчас с термоусадкой Закроем Получаем вот такое соединение Соединение с термоусадкой Достаточно герметичное Но я опять же изолентой все равно Немножко промотаю Просто для страховки Не люблю два раза лазить в одно и то же место Люблю сделал и забыл Вот такая получается спайка Сейчас это видно Через какое-то время оно забросается грязью Я уверен, что вы его даже не найдете И собираем все на место Перед тем, как собирать Мы, наверное, подключим аккумулятор И посмотрим, что у нас произошло Накинул я клему То есть, как мы видим Датчик АБС загорается В принципе, он уже потух Все, сейчас я могу снять ручник еще Все, у нас абсолютно все лампочки потухли Автомобиль работает Прелесть китайских автомобилей в том, что Ошибки на компьютер повторно ехать сбивать не нужно Клему с аккумулятора скинули И она пропадает Собирается здесь все достаточно просто Единственное условие Сначала колесо до конца, стойку Упираем вниз Чтобы понятно, чтобы Хватало у нас кабеля Лучше сделать с небольшим запасиком Вы понимаете, да, о чем я говорю? Что вот этот вот кабель от ступицы Он на полностью вывешенной стойке У вас был в расслабленном состоянии Все, как у китайцев Обращайте внимание Вроде бы и хомут зажат Но Шнур здесь все равно передвигается Поэтому я дополнительно буду К трубочке тормозной Его еще Пластиковым хомутом Сжимать Ну, во-первых, для того, чтобы его зафиксировать в одном месте Чтобы он не болтался Опять и не терся, ни об что Ну и Избежать того, что Колесо у нас вверх подымется Кабель может тоже приподняться Потом, когда резко вы в яму попадете Оно упадет Ну и кабель может не успеть здесь Как говорится Опять вернуться в исходное положение И может оборваться Таким же образом мы поступаем вот здесь Таким же образом мы поступаем Так Теперь Теперь нам нужно сделать так Чтобы вот этот кабель у нас опять Колесо не перетерся Здесь он Крепится обычной заглушкой Вот такой Заглушка уходит в багажный отсек Вот таким образом я все Поподвязывал Шнур максимум опять задвинул вовнутрь Он лежит в багажнике Вот здесь подвязал То есть мы видим Что вот при полностью вывешенном колесе У нас Никакого напряжения нет Все у нас здесь свободно Есть запас Ну и Можно проверить еще вот таким образом То есть Сымитируем Как будто мы автомобиль Опять ставим на колесо То есть я подложил Видите под ступицу Подложил такие досточки По чуть-чуть сейчас домкрат опустим Все вот у нас машина упала Стоит полностью Ну и мы видим Что здесь Не на стойку То есть ничего не выпирает Ничего не торчит Все у нас здесь ни об что не трется Все после того Как мы все проверили Нас все устраивает Видите да Все свободненько То есть все отлично Я думаю в таком положении Он больше не перетрется Можно вешать колесо Ну и суть этой басни такова Что если у вас загорелась лампочка АБС Не спешите покупать новый датчик Сегодня это очень небюджетно Все запчасти на автомобиле Особенно импортно в производство В связи с курсом доллара Очень дорогие Поэтому проведите сначала Визуальный осмотр Возможно это обычное Механическое повреждение Все эти датчики ремонтируются То есть можно их паять Я на многих форумах встречал Что они не ремонтно пригодны Не паяются Там сопротивление какое-то Появляется другое И тому подобное Все это билиберда Я это уже делал не на одном автомобиле Поэтому все это работает Ну и таким образом Можно сэкономить немножко денежек Кому видео было полезно Ставим лайк Подписываемся на канал Всем удачи